На этом видео я хочу привести еще три утверждения из Талмуда, из разных мест, про сплетников, про Лошенхара. Очень интересные тоже, на мой взгляд, немножко с юмором утверждения. Первое из трактата Соты, где обсуждаются в том числе разведчики, которые были отправлены в землю Израиля, которые, как говорится, говорили Лошенхара про землю Израиля, мы привыкли, что Лошенхара в основном это по отношению к людям, но может быть Лошенхара и по отношению к земле, в данном случае к земле Израиля, считается, что они, в том числе Самарий, запрет Лошенхара своего рода. Так вот, говорит Талмуд на 35-й странице трактата Сота, что любые сплетни, если не начинаются с правды, то не принимаются. В смысле, люди готовы верить обычно сплетням, когда сначала там было сказано что-то правдивое. Как вот разведчики сначала скажут, что и впрямь в земле Израиля большие фрукты привезли, показать. В действительности, конечно, очень важно знать это, потому что, раз это знают сами Бала и Лошенхара, да, сами сплетники, то нужно знать и нам, чтобы быть осторожным, потому что часто действительно кажется, что можно доверять кому-то, если он говорит вроде правду сначала, и мы знаем, что это правда и убеждены в правдивости его слов, и потом он продолжает уже говорить Лошенхара, и люди продолжают верить. Это ужасно, потому что, разумеется, невозможно верить Лошенхара и слушать Лошенхара. И тем, что он сказал правду, он только улучшает ситуацию в каком-то смысле, что сначала он сказал правду, чтобы ему поверили. И интересно, что вообще по закону нет никакого разрешения рассказывать Лошенхара про кого-то, да, если ты сказал много хорошего про этого человека тоже, да, если ты его не ненавидишь. Допустим, ты к какому-то человеку хорошо относишься и много положительных черт видишь в этом человеке, и поэтому ты стал рассказывать, искал несколько хороших черт про этого человека, и потом заодно сказал какую-нибудь гадость. Это тоже запрещено. Но вообще Лошенхара никогда не ботель, как говорится, если, например, даже молоко в мясе может быть ботель, даже свининый кусочек может раствориться в супе и быть ботель, если там его меньше 1,6 при каких-то обстоятельствах. Но Лошенхара, оно не ботель, да, если человек скажет 60 раз больше хорошего, чем плохого, все равно то плохое, которое он сказал про человека, это будет Лошенхара чистой воды. Да, и не важно, что он к этому человеку относится хорошо, мы это учим из Мирьям. Мирьям любила Моше и спасла его когда-то, и все равно то, что она сказала, считается Лошенхара. Да, не обязательно человека ненавидеть и использовать Лошенхара, чтобы его уничтожить, да, его репутацию. Бывает, что люди гад, а человека, которого они любят, ну вот скажут, ну только вот такой у него есть недостаток. Конечно, мы сейчас не говорим о ситуации, когда это разрешено, есть случаи, когда Лошенхара разрешено говорить, например, чтобы предупредить человека, да, в случаях Шидуха какие-то, ситуации, когда не только разрешено митцву предупредить и сообщить честно. Но мы сейчас говорим, когда Лошенхара вообще запрещен, то он запрещен, даже если он перемешан с множеством положительных слов. Вот, и в частности, как раз именно от того, что говорят, сначала хорошие могут от этого в большей степени принести ущерба именно своим Лошенхара, потому что люди больше верят как раз. Второе утверждение я выбрал из трактата Баба Батра, 164-я страница. Тут говорится, что есть три вещи, о которых человек практически не может спастись каждый день. От плохих мыслей, от недостатка концентрации при молитве и от авак Лошенхара, как бы, да, от Лошенхара, который в меньшей степени не совсем мамыш, да, сплетни, а что-то, что может немножко считаться как сплетни, да, как говорится, пыль от Лошенхара. А именно, ну, плохие мысли имеются в виду, как обычно в таких ситуациях, Азарь имеет в виду, когда он думает, например, о женщинах мыслей запрещенной, вот такого типа они имеют в виду, что практически невозможно от этого спастись в течение дня. Второе, это концентрация при молитве, понятно, это все мы знаем, что очень трудно молиться, все молитвы, которые мы молимся, утреннюю длинную молитву, остальные молитвы, и полностью концентрироваться. Практически все люди хоть когда-то, каждый день в течение всех молитв, хоть когда-то отвлекаются и перестают молиться с концентрацией. Вообще большинство из нас, я бы сказал, скажем, про себя, я могу сказать, что, наверное, большую часть молитв, я говорю, без концентрации, к сожалению, только небольшую часть иногда удается сконцентрироваться. Поэтому это Хазарь уже вот заметили, сказали, что да, увы, большинство людей практически не могут спастись от того, чтобы не концентрироваться при молитве, в самом случае, в частях молитвы. И, наконец, третье, как говорится, лошенгора, и тому спрашивают, что значит лошенгора, неужели все люди ломают запрет лошенгора каждый день и отвечают, что имеется в виду авак лошенгора, пыль от лошенгора. Ну, Хофицхайм считает, что и пыль от лошенгора, в принципе, можно избежать, если очень стараться, что здесь не имеется в виду все вообще. Конечно, эти люди очень осторожны, они смогут избавиться и от пыли от лошенгора, и от немножко лошенгора. Но вот большинство людей, в смысле, человек, которые особенно не осторожны за своей речью, почти невозможно, чтобы не проскакивали какие-то утверждения, которые попадают в категорию, в любом случае, немножко от лошенгора. Поэтому для нас урок, соответственно, что, с одной стороны, все время изучать законы и пытаться следить за речью, пытаться сделать лучше, с другой стороны, не отчаиваться, потому что, увы, так же, как и концентрация при молитве и дурные мысли, все это то, что у человека, в конце концов, мы созданы, сердце гора. Это наша работа в нашем мире, поэтому многие из этих вещей, и не нужно отчаиваться, если не очень получается, или не сразу получается, потому что это как бы удел большинства людей, в той или иной степени, эти запреты немножко ломать каждый день. И, наконец, третье утверждение я взял из трактата «Рахим». Это трактат, который больше всего занимается именно законами лошенгора и агадой, всякими историями по отношению к лошенгора. Сюда, собственно говоря, Хофицхайм больше всего и цитирует, потому что там обсуждаются, в том числе, вот именно разведчики и то, что они сказали про землю Израиля, и заодно Талмуд обсуждает лошенгора подробно. Так вот, то утверждение, которое я сегодня с вами буду приводить, это спрашивает Талмуд, как человеку спастись от лошенгора, научиться не сплетничать. Если он мудрец, пусть побольше занимается торой. Мудрецы торой, они обычно заняты торой, и тогда им некогда рассказывать про других людей, сплетничать. Например, часто бывает, встретились два мудреца торой, какие-то Роши Ишива, Магид Шиур, да, какие-то люди, которые все время, они находятся в какой-то суге, вот они сейчас находятся в этом месте Талмуда. Они сейчас в Ишиве это изучают, им нужно давать урок по этой теме. Так часто бывает, что то, что у них, так сказать, постоянно в мыслях сразу же выходит и на язык. То есть они встретившись и поздоровавшись, почти сразу переходят на тему о торе, да, и некогда обсуждать других людей. Они будут заниматься торой. Человек будет заниматься торой, и вряд ли у него будет на, да, не до того будет, чтобы обсуждать других людей. Тем более, что тора завлекает тоже для людей, которые глубоко ее изучают, им интересно. Но если человек не такой, не из тех, кто особенно изучает много тору, да, и он не может этому совету следовать, тогда есть другой совет у наших мудрецов там же. Если же он простой, да, амарец, как говорится, необразованный, тогда пусть будет поскромнее. Мне кажется, Лошенхара, да, во многом связана с гордостью, как я уже рассказывал на другом уроке. Гордые люди, они обычно других пытаются принизить и говорят гадости про других. А человек, который скромный, он местам, да, в большинстве случаев будет очень, больше, так сказать, будет стесняться себя самого, да, и уж точно ему не придет в голову обсуждать других и говорить плохо про других, да. Будет знать, какой он на самом деле ниже, тише воды, ниже травы, как говорится, да. Если человек будет очень скромным, то вряд ли он будет много, говорится, плохо про других, да. Посмотри на себя, как говорится, да. То есть, с гордостью часто идет то, что люди обсуждают других. И если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Спасибо.